Бум-бум-бум, уважаемые друзья! Всем доброго времени суток! Зовут меня Перпетум или же Александр. И возможно кто-то из вас думал, что я человек. Но на самом деле всё гораздо сложнее, это не так. Я обычный NPC в игре под названием NPC RPG Simulator. Мы сегодня с вами продолжим развивать наш магазин, продавать мечи, луки, различные зелья и прочее. Ну а если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью вот таких вот штыковин. Палец у меня не убирается, уж извините. В общем, с помощью лайков. Ладненько, чё-то клиентура нас уже заждалась. Давно магазин не работал. И теперь пора открывать двери и впускать сюда искателей приключений. Искатели приключений! Давайте, залетайте, глядите, чё у нас открылось. Это же, мать его, магазин с мечами и луками. Ну а если кто-то будет воровать мои вещи, лук лежит вон там и ждёт момента, когда я смогу натянуть тетиву и в кого-нибудь выстрелить. Кстати, о, вторую дверь нужно открыть. Это будет красиво, да, когда две двери открыты. Во, даже надо пошире, наверное. Распахнуть двери для клиентов. Всё, да не закрывайся. Я и тебя могу застрелить из лука? Имей в виду. И даже из пальца. Пэу, всё, минус дверь. Так, магазин открытый, товары у нас имеются. Есть один маленький нюанс. Я не помню, для чего нужен этот стол. Ну, вроде бы он подходит для всего. И для луков, и для мечей, и для щитов. Это стойка для мечей. А вот этот стенд, он для щитов. Поэтому я отправляюсь на задний двор. И начну что-нибудь покупать, что-нибудь закупать. Мне нужны деньги. Я хочу сегодня заработать много денег. Давайте смотреть. Ага, посохи. Это, конечно, классно. И волшебники тоже миру как бы нужны. Но деньги-то нужны больше. Поэтому посохи продавать пока невыгодно. Вот что касается луков и арбалетов. Вот это уже неплохо. Кстати, смотрите-ка. Ножик наёмника. Не помню, покупал я подобные штуки раньше или нет. Арбалет мы по-любому возьмём. Целых два. Ну и, в общем-то, пока, наверное, на этом всё. О, 480, да. На этом пока всё. Делаем заказ. Что у меня... Опаньки, щит защитника. Нифига себе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да-да-да-да-да. Беру. Беру. Давай сюда. Беру. Так, со щитом разберёмся позже. Ты-ты-ты-ты. У тебя лысины см... Они исчезают и появляются. Это всё действие магии. У меня благоприятная аура. Когда я подхожу к людям, они исцеляются. Так, зелье. Какое-то это зелье. Наверное, зелье маны. Поставим его сюда. Пускай и продаётся. Ну, а я пойду и заберу вещи, которые мы будем продавать. Сегодня заработаем денег и сделаем какие-нибудь апгрейды полезные, которые могут пригодиться. Так, арбалет. Как бы... Ага. Вот так. Я уже забыл, как тут всё работает. Ножечек красивый. И ещё один ножечек красивый. Итого у нас щит. Два арбалета. Правда, это маленькие арбалеты. Ну, типа, всё равно они хорошие. Вот такс. Положим один. И второй. Вот так. По-моему, я немного... Я слежу за... Ой, молодцы! По-моему, я немного не ту кнопку нажимаю. Я забыл, какая кнопка и... Ну, прикольно. Теперь я тоже разбойник с двумя ножами. И не помню, повышал ли я цены конкретно на эти товары. Кстати, можно... Чё-чё-чё-чё-чё? Чё? Чё-да-да? Бэм! В прыжке. Он хочет продать мне чё-то. Чел, вот не дай бог это будет какая-то хрень. Ты ж видишь, да? Я, может быть, не умею обращаться с кинжалами. Но я знаю, что их нужно засовывать в голову. Чё он продаёт? Маленькое, тёмное, магическое зелье. Ну, давайте. Разнообразие ради можно и эту штуку тоже продать. Чё-да? Так, ладно, всё, хватит баловаться. Пора продавать вещи. Такс, готово. Арбалеты лежат. Зелье я тоже поставлю на продажу. И сейчас пойду посмотрю, завышены ли цены вот на эти товары. Это... Это очень важно. Потому что работать в минус, ну или, по крайней мере, в ничто, то есть ноль денег зарабатывать с продажи я не хочу. Я не для этого здесь вообще-то живу в этой игре. Такс. Живу я ради прокачек. Книга. Это у нас тут цены на зелье. Ээээ... А почему я не вижу здесь тёмного зелья, я не понимаю? А оно внизу, да? Давайте поднимем цену. Такс. Ещё выше. 13, 14. Шанс продажи 100%. Ещё выше. Так. Так. А чё? А чё оно сбилось-то? 15, 16. Да не дёргайся же ты, дай поднять цену. Пускай. За такую цену нормально. Шанс продажи арбалета. Ты дофигели что ли? Чё так дёшево? Давай. 156, 168. Понизим немного. Вот отличная цена. И также шанс продажи ножичков. Повышаем. Повышаем. И ещё разок. И ещё. Больше нельзя. Тут важно соблюдать баланс. Если слишком дорого продавать вещи, что ты? Я не знаю даже какими... Ты чё залез в мой шкаф? Он хочет зелье... Ты, ты... Я залезу в тебя. Ты залез в мой шкаф, я залезу в тебя. Пошёл. Он хотел, чтобы ему скидку дал, а я даже этого зелья не видел. Ладно, ничего страшного. Арбалет один купили. Вот это хорошо, чел. Чел, вот за это респект и уважуха тебе. Давайте закупим ещё вот таких ножичков. Они предназначены именно для разбойников. Правда, разбойников-то в мире не сказать, что много бродит. И давайте сделаем прокачку. Не буду выбирать, что прокачивать. Мы просто будем прокачивать всё подряд. Требуется 100 золота и 50 очков, типа, опыта. Купили. Зелье лечения. А что нам даст эта прокачка? Разблокирует большие зелье лечения. Оно звучит на самом деле неплохо. Купили. Отлично. Теперь он... А-а-а. Я понял. Они стали небольшими. Они стали средними. До этого мы продавали маленькие зелье лечения. И теперь у нас есть выбор. Отлично. Отлично. Что даёт вот эта прокачка? О, будут лучше относиться к товарам. То есть, до 80% можно, как бы, товары завышать. Если я всё правильно понял. И это здорово. Так, 500 монет у нас есть. Не хватает ножичков. Это вещь очень прибыльная. Ножички. И арбалеты. Их-то мы сейчас с вами, наверное, и купим. Так, возьмём два ножичка таких. И два арбалета вот таких. А щит, между прочим, я до сих пор почему-то не установил для продажи. А вот это плохо. О! Красивый щит. Напоминает щит из World of Warcraft. Вообще вся эта игра напоминает один большой World of Warcraft. Классно. Чел, ну тебя опять шапка провалилась в голову! Так, он... О, левел ап! И дополнительные 250 скиллпоинтов! Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Я даже не успеваю их тратить! Для того, чтобы тратить скиллпоинты, нужны деньги. А как бы без денег? Толку от скиллпоинтов немного. Ну, на ножах и арбалетах будем зарабатывать. И я бы хотел постепенно переходить к созданию оружия. Да, тут есть кузница, и в этой кузнице можно... Ну, ты опять пришёл. Я даже не могу согласиться с тобой, ты понимаешь? Я... Я... Не надо, спасибо. Кретин, я ещё и бросил. Я бы, может быть, и продал бы тебе эти зелья. Вот с зельями всегда такая проблема. Так. Ножечки. Всё, всё, сюда его. Будьте добры. Будьте добры. Класс. Чел явно пришёл за зельями опять. Купи сразу арбалет. Блин, хочу из него пострелять. Он классный. Я люблю подобного рода арбалеты. Они выглядят круто. Можно взять в две руки такие. Ага. Что-то она пропала. И неплохо так вести перестрелку. Чу-чу-чу-чу. Не то, что с этим луком. Да, он типа смотрится классно. И вообще это типа лук, но... А ну проваливай из моего магазина. Хватит залазить в текстурки. Да вы прикалываетесь что ли надо мной? Я даже попасть в него не могу. Придурочные. Я перестану продавать зелья с таким подходом вам. Проходят стрелы сквозь голову, но... Типа ему ничего нету за это. Что это за тёмная магия страшная? Прям в затылок-то прилетело, а толку мало. Похоже, цены у меня, не знаю, завышены. Наверное, я слишком сильно на зелье. И по этой причине они постоянно хотят торговаться со мной. Но я не хочу торговаться с тобой. Я хочу делать вот так. Пэм! Не в бровь, а в глаз. Зачем тебе щит? Ты же вроде больше походишь на разбойника. Вот это меня прямо удивило. Ну ладно, забирай. Мне не жалко, можно за врученные деньги заработать ещё немного денег. 328. Чё я бегаю с луком, с этим ношусь? Давайте купим сразу дополнительно ещё два ножика. А потом можно будет, не знаю, баловаться, потому что товары всегда присутствуют, и всё в этом духе. Отсюда можно попасть, интересно, в кого-нибудь? Да, стрела долетает, но... Меткости, конечно, не хватает мне. Ох ты, ёлки-метёлки какая! Ну только не зелье, ну ты издевай... Не дай бог ты его не купишь. Вот я за себя... Да, купи, всё, я хочу. Пожалуйста. Ты! Красивая женщина, но ты, блин, почему ты такая любительница позалазить в текстурки? Ааа, я продал это зелье, чёртова, наконец-таки! Чтоб я ещё хоть раз в жизни начал продавать подобного рода зелья? Да никогда! Фух, ну, красотке я уже не мог отказать. Мне пришлось тоже вместе с ней залезть в текстурки. Он чё, он не украл ведь его? А он его купил? Ты его купил или не купил? Я у тебя спрашиваю. Если получится у него выстрелить, значит... Значит, украл. Но не получилось, чел! За арбалетом, да? Ты разбойник. У всех людей, у которых текстурки в голове... Или голова в текстурке... Ах ты! Вот это вы видали? Это первый случай на моей практике, когда я заметил, как кто-то что-то пытался у меня украсть. Даже не смей! Вот даже не думай! Даже не пытайся! Молодец! Но всё равно от неё стрелы, конечно, отскакивают. Это у нас стальная леди, посмотрите, да? Круто! Так, там мечи вроде как приехали. Давайте-ка их заберём. Так. Блин, мне так понравилось стрелять из лука. Я прямо... Это прямо моя страсть сегодня. Стрельба из лука. Ладно. Давайте. Ножечки. Раз. И второй. Нужно всё-таки выносить разнообразие в ассортимент. Ой, это что-то продать хочет. А чё? А чё ты предложишь мне? Ну... Я не знаю. Я просто могу развести руками. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Потом придёт такая же, как ты. Залезете вместе в текстурки, будете там стоять. Ну, надо продавать. За шесть просто монет. Это реально очень прибыльная сделка, по сути. То есть, продаём мы монет за пятнадцать. Так что... Это... Это правильно. Так, давайте-ка, знаете что, сделаем? Новую прокачку, чтобы появилось новое оружие и новые товары. Например, вот это. Наборы для разбойников второго левела. Хочу. Смотрите, элегантный меч. Маленький элегантный меч. Меч. Лук. Лук ястреба. Элегантный даггер. Даггер защитника, ну в смысле нож и кинжал. Орочный, орочный кинжал. Ну и в общем-то это всё. Я думал, там будут какие-нибудь суперкрутые, мощные, модные, огненно-светящиеся, сверкающиеся пушки. Но это всё. Чел. Но чел. Надо понизить цену на Small Ice Potion. Шесть. У него даже глаза есть внутри. Такс. Где-то вот здесь. Продал, да? Отлично. Прямо сейчас пойду и понижу цены. И, наверное, я куплю ему большие зелья лечения. Ну, в смысле средние. Деньги позволяют это сделать. И надо понизить цены. Я не знаю, почему они так недовольны ценами. Вроде бы я не сильно задирал цены. Повысим так. До 100%. Ой. Точнее, понизим цену. Ну, ещё. Почему шанс продажи... Так, 89 остаётся. Я не понимаю, что-то. 17 монет. Всё, во, отлично. Больше меня не украл там у меня ничего. То я такой дьявольский смех услышал. Вот так. Всё. Оп. Вот это тоже надо понизить. Задрал цены и только потом жалел об этом. И тут цену можно, в принципе... А нельзя её понизить, потому что... Каждый раз... Вот, ну всё, понизили. Ладненько. Ну, чё там по товарам разбойников? Давайте смотреть. 120, 120, 120. Мне говорили о разнообразии и о цене. Ну, чё-то как-то... Мне нравятся вот эти элегант... Тысяча монет. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Офигеть. Вот это офигеть. Вот это деньги. Вот это прибыль. Давайте-ка, наверное, тогда ещё и 300. А, я буду копить, да? Можно для воинов новые вещи купить. А можно ещё вот эту штуку купить. 100 монет. А, да, оно того стоит. Четвёртый левел нашего магазина. Прекрасно. Элегантные мечи. На все деньги. Будьте добры. Заверните. Семь штук. Так. Отлично. Давайте, выпрыгивайте из бездны, из ниоткуда и запрыгивайте ко мне в сумку. Блин, чем больше товаров, тем дольше идёт доставка. Что ты предлагаешь мне? Давай. 12. Это, в принципе, не так круто, потому что это себестоимость зелья. Кстати, дурная моя башка. Нужно же было и купить зелья. А я чё-то как-то с этими мечами забегался, запрыгался. Застрелялся с луком. Надо, надо приобрести зелья. Посмотреть хотя бы... Ой, ой, ой. Они такие мосюсечки. Блин, реально, я думал, они больше. Они маленькие такие. Ну, пойдёт. Реально пойдёт. Так, почём зелье? 84 монеты. Ну, зелье должно быть недорого. Стоит. Так, а где оно? Оно у нас здесь. Health Potion 25. Ну, давайте три штуки на пробу возьмём. Посмотрим, как будет продаваться. Понравятся ли людям? Будут ли они дурить мне голову с ценами? Или просто будут покупать? А, ну и надо, конечно, цену... Ой-ёй-ёй. Они прикольные такие. Маленькие, реально. По-моему, они даже меньше, чем те, что были в прошлый раз. Давайте теперь сразу с ценами разберёмся. Так, цена у нас должна быть в самом низу, да? А, цену можно регулировать только после постановки товара на прилавок. Ну, давай. Такс. Да, реально. Это зелье, оно вроде бы новое. Но по размеру оно не намного больше. По-моему, точно такое же по объёму, если так судить. На вскидку. Так. Ножик я поставлю пока только один. Потому что по низкой цене сейчас набегут засранцы. Начнут всё скупать, всё скупят, и я останусь без прибыли. Не круто. Такс, ну чё, давайте. Сразу, сразу, сразу сюда, быстрее. Ой, не сюда, вот сюда, в книгу. Постоянно путаюсь. Давай. Повышаем. 27 мало. 29. 31. 33. 35. 37. 39. Это офигенно прибыльно. Вот, до 80% мне сказали, можно повышать цены. И всё будет нормально. 80% оставляем. То же самое делаем с даггером. 180 уже. А отлич, 192. Ещё больше. 216. Классная цена. Офигенская цена. По такой цене. Сейчас продадим 6 штук. 7. И это будет ультраприбыль. И я буду ультрасильно доволен. И сюда. И сюда, будь добр. У меня уже места даже нет. Прикольно. Такс. Давайте положим его тогда. А сюда положить-то его можно. Можно. Я уж испугался. Хотя, конечно, этот стол больше предназначен для каких-нибудь больших двуручных мечей. Чтобы пришёл какой-нибудь варвар, взял этот меч и начал кромсать всех. А я бы посмотрел. Ну, купила, да? Ес. Ну, она купила старое зелье. Неудивительно. Сейчас посмотрим, как повышение цены повлияет на возмущение граждан. Потому что мы бы сделали прокачку, позволяющую избежать этого возмущения. Теперь же всякие амазоночки должны... Только не говори... Ты мне хочешь что-то втюхать? На! Я сам хотел тебе втюхать, а ты втюхиваешь мне... Ладно, да, я выслушаю вас, женщина, что вы хотите. Health Potion. Давай его сюда. Опыт зато получаем. А, сам прекрасно. Да, согласен. Классно. Продали. И сразу же... По-моему, она его забрала у той женщины и вернула мне обратно в магазин и получила прибыль. Ух ты, моя хорошая. Вот бы так со всеми товарами происходило. Чтобы не пришлось каждый раз бегать, закупаться, ты просто сидишь на жопе ровно и тебе всё люди приносят. Комфортно. Да, комфортно. Ну? Вот это зелье вылечивает от текстурок. А чё? А чё? А чё? А чё в смысле 25? Я не понял. А как это 25? Я чё не понял? Я, похоже, не подтвердил цену. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не дай бог. Саня не может такого быть. Мы с тобой что, накосячили? Мы с тобой накосячили, Саня. Мы, чёрт возьми, Саня накосячили. Это плохо. Кто там рычит? Тебе чё со... Ему не понравилась цена. То есть всё-таки, друзья, нужно ставить цену немножечко пониже. 80% это хорошо, но доведём до где-то 85-90. Это будет, мне кажется, эффектнее. И эффективнее. Давай снижаем цену. Ну, 98. Ну, 98 отлично. Считай практически 100. То же самое и с зельями. Давай. 97. Класс. 97-98 это хороший показатель. Давайте закупимся зельями. Чего мы ждём? Так, зелья. 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 Вот оно. Я сразу куплю много. Как только будет продаваться, буду сразу... 16 штук. Во. 400. Можно ещё взять? Чё-то я... Давай возьмём сразу... Ещё... 19. Ну, хорошо. 25. Достаточно. Ах ты, фи-у-фи! Меч, лук, я бегу за ним. Как бежать быстрее? Где? О-о-о-о! Вы видали это? Нет, ну серьёзно? Стрела уже летела, и он испарился. Удалось его догнать. Это подстава, реально. Удалось его догнать. Стрела уже летела ему в задницу. Он уже должен был упасть и отдать мне мой меч. Офигеть. Да, прибыль. Это, конечно, хорошо. Но избежать подобных ситуаций нельзя вообще никак. Потому что всё равно кто-то захочет прийти и получить всё на халяву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Класс. Ну прям реально как-то... Эх. Ну чё уж поделаешь. Такова жизнь. Ну давай. У меня даже как-то грустно стало. Это просто какая-то несправедливость вселенская. А как мне сделать, чтобы оно сразу попадало ко мне в сумку? Я не буду больше покупать зелье. Это слишком долго. Чё, купили что-то и даже радуются. Звук и звон монет. Это хороший звук. Значит, что тебя, по крайней мере, не ограбили. А это уже хорошо, чел. За три, за три рубля. Слушайте, это, это очень, это очень выгодно. Это реально выгодно. Это выгодное предложение. За три рубля продадим и заработаем рублей 15 с этого зелья огня. Похоже, это зелье вообще никому не нужно. Поэтому он за такую маленькую цену и предложил нам его купить. И, в принципе, это я не против. Такс. Ага. Ага. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Ох, прекрасно. Замечательный стенд. Ребятки, ну давайте не в этом магазине, а. Как я должен реагировать на это? Я хочу посмотреть ему прямо в мозг. Смотрите. Ха-ха. Прикольная раскраска и цвет глаз классный. Такой изменинный. Ну, у вас какие-то проблемы. Давай, чувак, подойди, толкни их. Я не знаю, может быть, получится... Растолкать их с помощью лука. Я, по крайней мере, попробую. Нет? Это так не работает. И ты покупать ничего не будешь. Ну, не покупай. Не покупай, продавай, давай. Да, за три рубля нормалды. Только места, правда, нет. Придется положить на какое-то время к себе в сумку. Отлично. Меч у нас еще один приобрели. Еще немножечко денег мы получили. Ну и на этом, друзья, думаю, пока можно остановиться. Надеюсь, видосик вам понравился. Многое повидали, много заработали, много украли у нас. Но, тем не менее, движемся, развиваемся, прокачиваемся. До новых встреч. Всем удачи, счастья. И поменьше вам текстурок на голове плохих. Чтобы они не проваливались в волосы, там вот шапки. А то печально. Надеваешь шапку, и она проваливается в голову. Ну, нафиг. Счастья вам, друзья. Удачи.